Казахстан Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном доверии. Эту встречу я вижу как продолжение моих недавних переговоров с президентом Швейцарии. Мы договорились, что будем работать над продвижением наших торговых отношений, инвестиционного сотрудничества. Во всех этих сферах мы достигнем прогресса. Казахстанские парламентарии ушли на каникулы. Итоги последней сессии подвели на совместном заседании палат. Всего сенаторы и межисмены рассмотрели более 100 законопроектов, из которых 63 приняты, а 58 уже подписаны президентом. Среди ключевых документов – закон, запрещающий продажу земель в сельхозназначении иностранца. Поправки в выборе законодательства и законы, устанавливающие льготы для социального бизнеса. Свою работу депутаты продолжат в регионах, где проведут приемы граждан и встретятся с населением. Парламент принял важные законы по восстановлению экономического роста и социальной поддержки казахстанцев, по улучшению выборного законодательства, по модернизации судебной системы и других сфер жизни казахстанского общества. Близкий для Беларуси человек, дружба с которым проверено временем. Такими словами приветствовал Александр Лукашенко, крупного инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь шла о реализации в Минске масштабного проекта «Умного города». Он получил название «Северный берег». Стороны намерены подписать инвестиционные договоры на часть строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами значительно увеличился и достиг 110 миллионов долларов. Цифры особенно впечатляют, учитывая пандемию. Стоимость проекта «Умного города» на севере Минска – 4 миллиарда евро. В прошлом году инвестор и премьер-министр Беларуси участвовали в закладке «Капсулы» на месте будущей постройки. Здесь планируется возвести здание Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Компания, которая возглавляет инвестора, является одним из крупнейших в мире деловеров и инвесторов в области строительства. Присутствуют на рынке более 35 стран – на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Азии, Европе и Северной Африке. Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек, а потому, что вы в непростые сложные времена, еще те времена, поддерживали Беларусь. Руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. Ну и за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, друга, дружба, с которым проверено время. В Беларуси я работаю уже три года и мне все здесь нравится. Особенно я приветствую решение вашего президента не закрывать экономику во время пандемии, как это сделали многие страны. Для инвестора стабильно работающая экономика – это позитивный знак. Инвестиционный климат и бизнес-обстановка в Беларуси устойчива. Я хочу вас заверить, что буду продолжать здесь работать и инвестировать в вашу страну. В одном из сел Кыргызстана открылся бесплатный детский лагерь. Путевки оплачивает государство. Для малышей все лето работают секции и кружки. Занимаются малыши от 4 до 9 лет бесплатно. Во время учебного года приходят после занятий. Сотрудники образовательного центра решили продолжить работу и летом. Организовали лагерь для детей из малообеспеченных семей. Родители рады, говорят, не все могут позволить себе купить путевку в лагерь. В среднем за 10 дней отдыха обычно нужно заплатить около 100 долларов. В планах образовательного центра открыть бесплатный лагерь и в следующем году. Только рассчитывают уже не на 30 детей, а на 500. Около 80 российских регионов сотрудничают с Белоруссией. В рамках форума регионов взаимодействия двух стран обсуждали парламентарии. Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России и первой среди страны СНГ. С начала года товарооборот между странами увеличился на 21%. Перспективы сотрудничества в различных сферах обсудили в формате видеоконференции на заседании Межпарламентской комиссии. Одна из главных тем – сохранение здоровья. Также на форуме регионов состоится пленарное заседание. Ожидается, что участие в нем примут главы государств. Из-за пандемии основная часть повестки форума регионов проходит в онлайн-формате. Это демографическая безопасность, это здравоохранение. На сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Все-таки хотелось, чтобы встреча прошла в оффлайн-решениях. Но тем не менее, те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем. В Армении пластик и полиэтилен составляют пятую часть всех отходов. Сейчас страны постепенно отказываются от использования этих материалов. К 2023 году власти планируют полностью запретить продажу полиэтиленовых пакетов. Пока же устанавливают сортировочные урны. Все отходы отправляются на переработку. Из них получают синтепон, вешалки и горшки для цветов. В Евросоюзе утверждена реформа единой сельскохозяйственной политики. На заседании в понедельник профильные министры подтвердили ее основные цели. Эффективнее производить продовольствие, справедливее обращаться с тружениками села и спасать климат планеты. Но для защитников окружающей среды из организации Greenpeace это не делает ЕС достаточно зеленым. Реформа предусматривает введение экорежимов. Это означает материальное поощрение земледельцев и животноводов, которые наладили чистое экономическое производство. Представитель аграрного сектора считает, что это обеспечит экологическую гармонию. Аграрная реформа имеет большое социальное значение. Начиная с 2025 года будут взиматься штрафы с работодателей, не соблюдающих трудовое законодательство. В его нынешней форме оно устраивает активистов Greenpeace. А представители производителей утверждают, что аграрная реформа не должна привести к отмене сельскохозяйственных субсидий даже для правонарушителей. На реформу единой сельскохозяйственной политики будут выделены в течение 7 лет 387 миллиардов евро. Это почти треть бюджета Союза. Это провал на климатическом направлении, потому что в реформе нет положения, обязывающих страны-члены внедрять новые методы сокращения выбросов парниковых газов. У нас нет целей по декарбонизации сельского хозяйства. Мы даже не просим фермеров использовать простейшие мобильные приложения, чтобы эффективнее управлять потоком питательных веществ на фермах. Я вижу прогресс в деле сохранения нашей среды обитания. Конечно, некоторые хотели бы двигаться быстрее и дальше, но это поставило бы под угрозу фермерские хозяйства. А так будет баланс между экономикой и окружающей средой. В Евросоюзе вступают в силу новые правила взымания налога на добавленную стоимость в электронной торговле. Они призваны стимулировать конкуренцию европейского бизнеса с компаниями, которые действуют за пределами ЕС, и поэтому не платят в нем НДС. Правила готовились, но не вводились в течение 28 лет. За это время рынок сильно изменился. А теперь главная цель состоит в том, чтобы стимулировать конкуренцию европейского бизнеса с компаниями, которые действуют за пределами ЕС, и поэтому не платят в нем таких налогов. Увеличение НДС сулит дополнительные поступления в европейскую казну в размере около 7 миллиардов евро в год. Генеральный администратор бельгийской таможни сказал, что в дополнение новых правил должны будут участвовать покупатели. Для компании электронные торговые операции усложнятся. Во-первых, налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары дешевле 22 евро, отчего они были прежде освобождены. Во-вторых, компании за пределами Евросоюза, выставляющие счета на сумму более 10 тысяч евро, должны будут зарегистрироваться на едином для всего ЕС сайте в интернете. Это будет иметь экономические последствия не только для фирм из ЕС, но и их партнеров. Эксперты считают, что реформа НДС может повлиять и на международную торговлю в целом. Брюссель надеется, что реформа сделает невозможным уклонение от уплаты НДС. Предполагается, что компания будет проще декларировать свои товары операцией. Труднее будет покупателям, которые при покупке товара в интернете придется учитывать все расходы и его окончательной цене, если в нее не включен этот налог. Изменение будет заключаться в том, что неевропейские компании смогут зарегистрироваться в одной европейской точке. Она называется «One Stop Shop». Если компания не выберет эту систему, она должна будет зарегистрироваться во всех странах-членах ЕС и выполнить все таможенные формальности. Главы ведомств по развитию стран Большой Двадцатки провели встречу в итальянском городе Бриндизе. Работу этого заседания возглавили директор Всемирной продовольственной программы, по словам которого 41 миллион человек на планете в данный момент находятся на пороге голодной жизни. Бриндизе логистический центр ООН является и большим складом, и аэродромом, через который осуществляется гуманитарная помощь по всему региону, включая Северную и Центральную Африку, Ближний Восток. Накануне главы и высокопоставленные представители МИД Большой Двадцатки приняли декларацию о продовольственной безопасности. В документе отмечается, что политика инвестиций и исследования в этой области должны концентрироваться на защите интересов мелких фермеров, особенно в развивающихся странах, и на усиление устойчивости местных продовольственных систем к влиянию внешних потрясений. В рамках этой встречи Италия воспользовалась возможностью вновь призвать к тому, чтобы во всех кризисных сферах была гарантия полноценного и свободного гуманитарного доступа. Это необходимо для выполнения логистических задач в целях обеспечения нуждающихся необходимой помощью. Редактор субтитров А.Семкин